Продолжение следует... Как слышно звук? Вот сейчас все в порядке? Давайте еще проверим, можем ли мы одновременно... А слышно, когда мы одновременно подключены? Коллеги, вопрос насчет того, есть ли шум или шума нет. Вот у меня в наушниках есть шум, а как у вас? Шум есть. Евгения Юрьевна, а можно попросить вас пока отключить звук? Да. А так есть шум? Так шума нет. Отлично, все понятно. В общем, спикер, по всей видимости, должен быть один, да? И если говорит один, да, то тогда, Евгений Юрьев, нам придется переключать звук, да? Когда говорю я, вы звук отключаете, когда говорите вы, то я тогда, да? Хорошо, отлично. Ну, я вижу, что заинтересованность сегодняшним вебинаром достаточно велика, 250 человек на данный момент участников, однако по регистрации на Мирополисе у вас было, дорогие друзья, 700, и больше мы не решились пускать, потому что у нас всего вебинар-площадка на 500 человек. Разрешите официально начать наш сегодняшний вебинар, я думаю, что остальные друзья уже к нам присоединятся чуть-чуть попозже, наши коллеги, родители. И я хочу сказать о том, что сегодняшний вебинар – это первый вебинар Федерального ресурсного центра в 2018 году. Сегодняшний вебинар открывает целую линейку мероприятий ФРЦ, в том числе и вебинаров, и семинаров, и курсов повышения квалификации, и, конечно, Всероссийская научно-практическая конференция по расстройствам аутистического спектра. Поэтому еще раз всех сердечно приветствую, не в нашей аудитории, но в тех аудиториях, в которых вы сейчас находитесь. Хочу вам пожелать приятного и очень полезного просмотра сегодняшнего вебинара. И важно сказать, что сегодняшний вебинар, как всегда, как многие мероприятия наши проводятся не только Федеральным ресурсным центром, но и в партнерстве, в соорганизаторстве и в содружестве с одной из наших партнерских организаций – АБА-центр «Мозаика», который находится в Новосибирске. Поэтому вот так сегодня интересно случилось. Я в Москве, в Федеральном ресурсном центре, Евгения Юрьевна в Новосибирске, она, собственно, является основным спикером нашего сегодняшнего вебинара. И вы в ваших регионах. Вот такой вот Всероссийский, между даже народный, потому что я видел, что из Белоруссии тоже кто-то зарегистрировался, вот такой получается вебинар. Еще раз представляю сегодняшнего основного спикера и эксперта в области прикладного поведенческого анализа, прекрасного организатора и практика, использующего методы АБА уже давно в своей работе. И фактически в Новосибирске Евгения Юрьевна Чульжанова явилась одним из родоначальников этого направления в Большом Новосибирском регионе. Поэтому, Евгения Юрьевна, я вам с удовольствием передаю слово уже для ведения основной части нашего сегодняшнего мероприятия. И не забудьте включать звук, пожалуйста. Да, спасибо большое. Давайте рассказать с ослышимостью, с видимостью. Хорошо. Большое спасибо вам, Артур Валерьевич, за представление, за начало вебинара. Для меня большая честь выступать на этой площадке. И мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я решила проводить вебинар из дома, поэтому у меня такое немножко домашнее окружение. Но это связано только с тем, что у меня качество связи дома лучше, действительно, чем в центре, где я работаю. Я решила, что лучше гарантированное качество, но пусть там сзади будет не белая стена. Надеюсь, что это никого не смутит и не отвлечет. Хорошо. Тогда мы с вами можем потихонечку начинать наш вебинар сегодняшний, тема которого, чему можно научить с помощью методов прикладного анализа поведения. С помощью прикладного анализа поведения. Вот. У меня еще... Кошка мне сразу пришла помогать. Я считаю правду. Вот. Мы с вами сегодня обсудим несколько очень важных тем. И вебинар будет построен таким образом, что сначала я буду рассказывать какое-то время, то, чем я очень сильно хочу с вами поделиться. А потом у нас с вами будет время на вопросы и ответы. Поэтому вы можете те вопросы, которые у вас возникают, просто пометить себе, записать где-то. И в конце у нас будет время для того, чтобы их обсудить. Ну и давайте начнем. Так, вот только я сейчас не могу понять, как тут перелистывается. Почему-то у меня не перелистывается. Сейчас, секундочку. Юрьевна, вот внизу стрелочки две должны быть. Да, почему-то они у меня не активные. А, вот перелистнулось. Хорошо. Ага, отлично. Спасибо, спасибо. Все удалось, да? Все удалось, да? Значит, план нашего сегодняшнего семинара. Сначала мы поговорим о том, что такое прикладной анализ поведения в целом. То есть скажем какие-то общие слова. Я расскажу то, что я хотела бы вам рассказать в очень общих чертах о том, что такое ABA, что такое прикладной анализ поведения. Немножечко я расскажу о том, какие критерии эффективности прикладного анализа поведения существуют. Буквально один слайд будет про инструменты, про протоколы, которые связаны с оценкой навыков, с диагностикой навыков. То есть мы долго на этом не остановимся. Но, тем не менее, если будут вопросы, я в конце мероприятия на них отвечу. Хотелось бы много, достаточно внимания уделить проблемному поведению и тем программам, которые нам позволяют работать успешно с проблемным поведением в рамках прикладного анализа поведения. И хотелось бы рассказать о том, как можно применять методы прикладного анализа поведения в работе с ребятишками, когда мы занимаемся с ними физкультурой, адаптивной физкультурой. И, конечно же, очень важная тема, одна из моих самых любимых тем, это формирование учебного поведения как некая такая база, основа основ для того, чтобы ребенка обучать вообще чего бы то ни было. И, конечно же, часто нам нужно сначала научить его учиться, и про это мы тоже обязательно поговорим. Вот. Теперь сейчас мы еще раз проверим, как все листается. Ну вот это как-то не сильно листается, если честно. Ага. Сейчас я освою в процессе инструмент, потому что... А, Евгения Юрьевна, на самом деле сейчас перелистнул слайд я, если у вас не получается листать, да, то тогда можно просить меня и говорить в следующий слайд, я буду это делать. Странно, что у вас отмется. Ага. Я тоже не очень понимаю, если позволю, несколько секунд потрачу, давайте попробуем сейчас, чтобы я, ну вот я сейчас попробую понажимать, а вы сейчас пока не перелистывайте. А если у меня не получится, то потом тогда я буду просить вас, спасибо вам большое, что вы готовы мне с этим помочь. Почему-то у меня неактивная вот эта кнопочка, но сейчас я еще раз попробую. Ну нет, не листается. У меня есть предположение, что это может быть ограничение платформы, что если докладчик один, то он контролирует то, что на рабочем столе, может быть, из-за этого. Ну, в общем, наверное, Артур Валерьевич, мне придется тогда с вашей помощью каким-то образом сегодня работать. И вам еще нужно будет открывать видео, потому что у меня достаточно большое количество видеоматериалов, и нам нужно будет находить соответствующее видео. Тоже как-то нам с вами нужно будет тут командно поработать. Вот. Ну, сейчас у меня почему-то первый слайд из моей презентации, а сейчас хотелось бы примерно к третьему. Да, вот здесь. И буквально какие-то общие, вот несколько слов о том, что же такое прикладной анализ поведения. Хотя я уверена, что уже многие из вас и родители, и специалисты, многие уже знают о том, что это такое ABA. И многие из вас уже пробовали заниматься со своими детьми или водить ребенка к специалисту, которые работают в этой области. Знаю, что здесь присутствуют и, собственно, специалисты, и тьютеры. Поэтому я уверена, что это термины для вас не новые, что это название для вас не новое. Но, тем не менее, это научная дисциплина. То есть прикладной анализ поведения – это самая настоящая наука, у которой есть предмет изучения. И, собственно, набор методов, которые существуют в прикладном анализе поведения, позволяет очень эффективно обучать детей. Даже тех детей, обучать которых сложно. И почему методы прикладного анализа поведения нам позволяют эффективно обучать? Есть несколько таких причин, которые я хотела бы привести на этом слайде. В первых, мы стараемся очень четко ставить цели, когда мы ставим цель, обучающую для ребенка. И эта конкретика позволяет как раз нам точно определять, достигли мы этой цели или не достигли. Достигаем мы этой цели или не достигаем. Что позволяет нам правильно корректировать наши обучающие протоколы и те процедуры, в рамках которых мы работаем. Это делает нашу работу более эффективной. Помимо этого, как мы можем изменять наши процедуры и изменять наши протоколы на основе той обратной связи, которую мы получаем? Дело в том, что мы даем нашему ученику обратную связь. И вы знаете, что много очень внимания уделяется тому, как правильно организовать последствия для ребенка, последствия определенного поведения должны быть очень тщательно нами определены, спланированы, продуманы. Но помимо этого, то поведение, которое мы видим в результате своих действий, это обратная связь для нас. То есть мы тоже получаем от ребенка определенный ответ, который тоже должен менять наше поведение сообразно. И тогда мы можем действовать эффективнее. То есть те данные, которые мы получаем в ходе обучения, это обратная связь, которую мы получаем от ученика, дает нам возможность адаптировать и корректировать наши обучающие процедуры. И это очень важно. И кроме того, то, о чем написано в нашем этическом кодексе и то, что, собственно, все специалисты, которые работают в рамках прикладного анализа поведения, знают, это то, что мы начинаем всю нашу работу, основываясь на позитивной мотивации. То есть наша задача – организовать обучающую процедуру таким образом, чтобы ребенок подкреплялся, поощрялся, то есть получал какие-то призы, очень приятные какие-то события, чтобы в его жизни происходило, когда он демонстрирует то поведение, которое мы от него ждем, то наше целевое поведение, которое мы пытаемся получить. И это очень важно. Позитивная мотивация – это тоже один из таких базовых постулатов, которые применяют специалисты прикладного анализа поведения. Следующий слайд. И на самом деле очень много ходит споров в нашей профессиональной среде, то есть не в профессиональной среде поведенщиков, а в профессиональной среде тех специалистов, которые вообще работают с ребятишками с особенностями. И очень много споров о том, кто важнее, какой учитель, то есть кто должен работать с тем или иным поведением, какие специалисты важнее. И я вот хотела такой примеряющий слайд вам показать. Мне кажется, что это очень какая-то хорошая и правильная мысль стоит за этим слайдом. Которая на самом деле, вот эта мысль она о том, что специалист прикладного анализа поведения – это просто человек, который эффективно учит. И на самом деле, и это и обратно тоже работает, хороший учитель, талантливый, хороший педагог – это педагог, который поведенщик, ну просто вот по умолчанию, что называется. Он хорошо понимает, что сейчас происходит с ребёнком, как его правильно хвалить, на какое поведение лучше не обратить внимания. Это те методы, те приёмы, которыми всегда владеют хорошие педагоги. И поэтому мне кажется, что это вот очень такой, ну как бы важный момент. Быть хорошим учителем – это отчасти владеть приёмами прикладного анализа поведения. Вот. И, в общем-то, можно тогда как-то так вот особо даже и не спорить, кто тут важнее, там, педагоги или поведенщики, потому что мы в целом делаем одну и ту же работу и, в принципе, даже применяем одни и те же приёмы и правила. Вот. То есть быть хорошим учителем – это предполагает использование каких-то методов, которые в том числе используются и в прикладном анализе поведения. Вот такой вот тезис хотела бы вам показать. Так, давайте следующий слайд посмотрим. Но в то же время всё это, ну как бы это, конечно, хорошая такая правильная мысль о том, что хороший педагог – это поведенщик, и хороший поведенщик – это тоже педагог где-то. Но в то же время, что позволяет нам, специалистам прикладного анализа поведения, работать эффективно? Это огромная методологическая база, которая уже накоплена за годы существования вообще этой науки. И мне бы хотелось рассказать вот о чём. Что есть такой журнал, который посвящён, собственно, прикладному анализу поведения, он так и называется – Journal of Applied Behavior Analysis, который выпускается с 1968 года прошлого века, то есть уже очень-очень-очень-очень давно. И за время существования этого журнала в нём опубликовано огромное количество статей на самые разные темы. И если зайти вот в этот вот журнал и, пользуясь поиском, который в электронных библиотеках предлагается, и, например, если сделать такой запрос, вот, например, написать «Речь», но только единственное, что там, конечно, материалы на английском языке, и запрос нужно делать на английском языке, то мы увидим, что выпадает 796 ссылок на статьи, в которых говорится о том, как развивать у ребёнка речь. А если мы, например, зададимся таким вопросом, нам захочется понять, какие процедуры в прикладном анализе поведения применяются для того, чтобы подобрать поощрение для ребёнка, и мы сделаем такой вот запрос, как оценка предпочтений, ну, то есть там, assessment, motivational assessment или reinforcement assessment, ну, то есть на английском языке, то количество ссылок, посмотрите, будет 1649. Это значит, что 1649 статей так или иначе упоминают методы, связанные с подбором мотивационных стимулов. То есть это говорит о том, что огромная работа проделана уже специалистами для того, чтобы детально разобрать эти процедуры и описать их правильным научным языком, потому что это самые настоящие научные статьи. И точно так же вот вы дальше видите, что самые разнообразные, ну, запросы, которые могут возникнуть у специалистов, которые работают с детишками с особенностями. Например, мы знаем, что у детей часто бывает проблемное поведение, в том числе самоповреждающее. Вот здесь вот я вывела такую вот проблемную тему, да, самоповреждающее поведение. И выпадают тоже опять сотни ссылок. То есть это материалы, которые подготовлены за время существования журнала и которыми действительно можно пользоваться в своей работе, потому что они построены на научных экспериментах, с контрольными группами, то есть всё как бы по-честному, как должно быть в науке. И туалетный тренинг тоже огромное количество, может быть чуть меньше, но тем не менее большое количество материалов. И даже такой вот интересный запрос, как игра баскетбол, тоже приводит к тому, что выпадает несколько десятков ссылок. И мне кажется, что это, ну как сказать, это какой-то такой убедительный такой, весомый, ну не знаю, количество материалов здесь, ну правда, прямо впечатляет. И это позволяет нам использовать эти материалы, использовать их в своей работе. И, конечно, специалисты, которые работают в прикладном анализе поведения, используют эти материалы, и супервизоры их используют, эти материалы. И огромное количество материалов уже переведено на русский язык. Я знаю, что мои коллеги переводят материалы, есть даже специальные сайты, в том числе вот у меня в конце презентации будет ссылка на ресурсы, там вы сможете посмотреть. Вот, и теперь я бы хотела перейти к теме о эффективности, о критериях эффективности прикладного анализа поведения. И в этом контексте я хотела бы вам рассказать об эксперименте, который, ну, собственно, известен всем специалистам, кто работает. Сэйби – это эксперименты Варла Васса и его коллег, которые помогали ему этот эксперимент провести. Он очень давнишний, то есть это 70-е и 80-е годы прошлого века. И статья была опубликована в 1987 году в том самом Journal of Applied Behavior Analysis, на который я сейчас ссылалась на предыдущем слайде. И вот эта вот статья, даже ее заглядывала в нее до, ну, вот когда готовилась к этому семинару, ее действительно можно найти, она есть в доступе. Если кому-то из вас будет интересно, вы легко ее найдете по вот этому вот названию, Young Autism Project. Что же было в этом эксперименте сделано? В эксперименте участвовало 38 детей. Они были разделены на две группы – 19 и 19. И одна из этих групп получала вмешательство в объеме 40 часов в неделю. Здесь не помечено, что речь идет о неделе, но на самом деле говорится о неделе. 40 часов в неделю, и вторая группа контрольная получала около 10 часов в неделю качественного тренинга по методам прикладного анализа поведения. То есть, действительно, с детьми работали специалисты по процедурам, описанным протоколам. То есть, это действительно было качественное вмешательство. Только в разном объеме. Там 40 часов, а там 10 часов. Занятие проводилось в тех местах, где ребенок вообще проводил время. Ну, то есть, и дома, и в школе, и в магазине, и на улице. То есть, везде. Вот. И вмешательство продолжалось два года и более. И надо, конечно же, здесь обратить внимание на то, что достаточно раннее было вмешательство. Ну, может быть, по нашим российским меркам, это прямо можно назвать раннее вмешательство. То есть, до 4 лет уже действительно начали работать с ребятишками. И вот на следующем слайде можно посмотреть, какие результаты получили исследователи в ходе этого эксперимента. Это очень интересно. Я сейчас попробую активировать указку свою. А мы можем сейчас перейти на следующий слайд? Да. Но, к сожалению, указка у меня тоже не активируется. Я вот предполагаю все-таки, что это потому, что у нас с вами как-то, видимо, есть докладчик основной, есть умолчательный, и, видимо, я отношусь ко второму, ну, в смысле, как к второстепенному, и поэтому у меня не активируется указка, к сожалению. Так, что же мне делать? Как-то я вам должна теперь показать, не показывая, да? В общем, на этой табличке мы видим, что у нас есть три таблички. Слайд не видно. Да, наверное, все же видно. Вот. И мы видим, что здесь есть три такие колонки в табличке. И представленные эти колонки относятся к результатам, которые были наилучшими. Это самая правая колонка. Результаты, которые были средними, и результаты, которые были, ну, скажем, не очень хорошие. Ну, мне очень печально, что я не могу вам ничего показать с помощью указки, потому что мне было бы гораздо проще вам прокомментировать этот слайд. Но, тем не менее, мы видим, что те дети, сейчас смотрим на самую правую колонку таблицы, где написано слово BEST, те дети, которые получали 40 часов в неделю только методов прикладного анализа поведения, то есть с ними занимались 40 часов в неделю по процедурам прикладного анализа поведения. 9 ребятишек из 19 достигли наилучшего результата. Что этот наилучший результат обозначает? Это значит, что их IQ был в норме. Их, то есть независимые эксперты, врачи, которые не участвовали в процедуре до эксперимента, их, соответственно, ну, как это сказать, наблюдали, интервьюировали, и они были неотличимы от сверстников по тем критериям, которые применялись. Там работали психологи и другие специалисты. И они могли примкнуть к общей образовательной среде. То есть они могли, в результате этой терапии, они могли присоединиться к группу в детский садик или пойти в обычную школу. И это, на мой взгляд, если мы представим себе 9 ребятишек из 19, это, конечно, очень убедительный процент, очень убедительное количество. В то время как средних результатов, вот из этой группы, которой было 40 часов только ЭБА, средних результатов достигло 8 ребятишек, и у них была средняя умственная отсталость, они учились в специализированных классах, но не в классах для детей с аутизмом. И им ставили какие-то диагнозы, но этот диагноз был не расстройство аутистического спектра. И это тоже очень убедительно. 8 из 19, это очень много. И 2, 2 ребёнка из этой группы из 19, по-прежнему у них сохранялся диагноз расстройство аутистического спектра, и им диагностировали глубокую умственную отсталость, и они, соответственно, должны были посещать классы для детей с раз. В то время как те дети, которые посещали другие занятия, и которые получали ЭБА-терапию в гораздо меньшем количестве часов, то есть 10 часов, результаты показались совершенно иные. То есть мы видим, что из этой группы ни один ребёнок не попал в правую крайнюю колоночку. Ни один из этих детей не попал в то, что мы называем, ну условно, конечно, но по тем процедурам, которые там были, которые назывались нормой. Ни один из них туда не смог присоединиться. В то время как 11 остались в той группе, где результаты признаны не очень хорошими. То есть как бы где написано слово «по», то есть плохие результаты. И это, конечно, говорит о том, что вмешательство с использованием методов прикладного анализа поведения действительно должно быть интенсивным. Мы видим, насколько разнятся эти результаты. Если интенсивное вмешательство, и если это кусочками, если это эклектический подход, если ребёнок работает с большим количеством разных специалистов по несогласованным программам, это приводит к совершенно другим результатам. И это исследование, результаты которого были опубликованы в 87 году, замечательно проиллюстрировало вот это соображение. И действительно после этого… Сейчас можно следующий слайд. Действительно после этого эксперимент был… Его повторяли. И в частности, его повторяли не один раз. Но эксперимент, который был проведён в 2005 году, опять-таки результаты были опубликованы в 2005 году, Это эксперимент Джейн Ховард и её коллег. Там большое количество исследователей работало. Но Джейн Ховард презентовала его 2 или 3 года назад на конференции «Аутизм. Вызовы и решения». Я слушала тоже её доклад. Где был… Ну, эксперимент был построен по схожему дизайну. И к схожим результатам пришли исследователи. Там только было 3 группы. Вы можете посмотреть эту статью на сайте Special Translations. То есть я когда говорила о том, что будут ресурсы приведены, где можно почитать уже действительно хорошие переведённые статьи. Один из таких ресурсов – это Special Translations. И там есть вот эта вот статья Джейн Ховард, которая переведена на русский. Это очень хорошая статья. Для специалистов, я взгляд, это обязательно к изучению. Но и родителям тоже будет интересно, потому что там тоже сравнивается эклектический подход, когда много-много разных несогласованных действий производят. и поведенческая программа, которая применяется интенсивно. И сравнивается, какие результаты мы получаем, когда мы применяем тот или иной подход с нашими детьми. Вот. Я вам очень рекомендую эту статью посмотреть. Так, дальше. Таким образом, мы можем сказать, что критерии эффективности… Я сейчас долго и подробно говорила об одном из критериев эффективности, об интенсивности. Но мне бы хотелось сказать ещё о нескольких. Критерии эффективности следующие. Это, конечно же, раннее вмешательство. Чем раньше мы начнём работать с ребёнком, тем больше у нас шансов на устойчивый прогресс, на хороший прогресс. И тем больше у нас шансов на то, что мы получим такой же результат, как получил в своём исследовании в 87-м году Иварла Ваас. Хороший, хороший результат. Вот. И очень хорошо, что сейчас в нашей стране уже, ну, как действительно коренным образом меняется ситуация. И ранняя диагностика уже, это действительно уже не только слова. Я знаю, что во многих регионах психиатры начинают применять тесты гораздо более, ну, на более ранних этапах. И действительно выявляют случаи такого диагноза раньше, чем это было раньше, чем это было раньше, извините за такой оборот. То есть, действительно, я наблюдаю, во всяком случае, вот в Новосибирском регионе ситуация меняется, меняется к лучшему. И я считаю, что это залог того, что у нас будет больше возможностей для качественного вмешательства. Это очень хорошо, что такие вещи происходят у нас. Вот. Помимо этого, мы сейчас достаточно долго говорили о том, что вмешательство должно быть интенсивным, то есть это большое количество часов, большое количество часов в неделю. Это недостаточно заниматься с ребёнком два раза в неделю по 30 минут. Вы будете видеть какой-то прогресс, какое-то что-то будет происходить, что-то будет меняться. Но этого недостаточно для того, чтобы прогресс был устойчивым, системным. И чтобы мы действительно сокращали этот разрыв между ребёнком, у которого есть отставание в его навыках, у ребёнка с аутизмом, у которого есть отставание, дефициты в навыках. Сокращали разрыв между ним и теми ребятишками, которые в норме набирают навыки и идут по типичному пути развития, по нормальному пути развития. И интенсивность – это действительно очень важный фактор с точки зрения вмешательства. Высокая квалификация специалистов. Здесь мне тоже хочется отметить, что я, конечно, не являюсь очень опытным специалистом. Я не так давно работаю в этой области, я работаю чуть меньше, чем 5 лет. Это не так много. Но то, что я вижу, я вижу, что квалифицированных специалистов действительно становится больше. Не знаю, могу ли я делать такое осуждение с высоты своего небольшого опыта. Но я вижу, что у нас появляются и конференции, появляются тематические форумы, появляются сообщества профессиональные, сообщества специалистов, которые работают в области прикладного анализа поведения, тоже формируются. И большое количество специалистов идёт обучаться, и это совершенно прекрасно. То есть я верю в то, что на самом деле мы как-то так движемся, в общем, в каком-то очень правильном и хорошем направлении. Квалификация специалистов, которые работают с поведением ребёнка, должна быть очень высокой. Особенно, да даже не особенно, я бы так сказала, и когда мы говорим о коррекции проблемного поведения, и когда мы говорим о составлении обучающих протоколов. Очень важно, чтобы специалист, который эти протоколы пишет, был достаточно квалифицирован. Системный подход и постоянные занятия – это отчасти пересекается, этот критерий отчасти соотносится с критерием интенсивность. Мы действительно не можем заниматься с ребёнком, и мы позанимались с ним две недели очень хорошо, интенсивно, по пять часов в день. Потом, например, мы сделали перерыв на две недели, потому что мы поехали куда-то в гости, например. Потом ребёнок вернулся, и мы позанимались ещё неделю. А потом у нас почему-то сократилось количество часов, и мы начали заниматься чуть меньшее количество часов в неделю. А потом опять какой-то перерыв, а потом, например, каникулы или Новый год. Это же очень важно, Новый год. И делается опять какой-то очередной перерыв в занятиях с ребёнком. И я хочу сказать, что такой подход к обучению ребёнка и такой подход к коррекции поведения не принесёт хорошего результата, потому что это будет не очень системный подход. Если мы хотим добиться устойчивого хорошего прогресса, нам нужно набраться сил, и нам нужно найти специалистов, и нам нужно действительно в течение какого-то достаточно длительного периода, это, наверное, месяцы и годы, может быть, в некоторых случаях, но нам нужно действительно этим заниматься постоянно и системно, и тогда результат будет хороший. Но есть ещё один критерий, о котором обязательно нужно сказать. У нас есть способности ученика, есть определённый потенциал, который есть у ребёнка, у любого человека. И если бы этот критерий не играл никакой роли, то в табличке, которую мы смотрели, про эксперимент Лавааса, все, наверное, дети попали бы в самые лучшие результаты, все 19 оказались бы там, если бы все были действительно… Они все получали интенсивную системную помощь в течение длительного периода, но, тем не менее, они были распределены, да, там были не очень хорошие результаты, были средние и были хорошие. И это связано в том числе и с тем, что у ребёнка действительно разные способности, у детей разные способности. И поэтому этот фактор тоже влияет на успех. И было бы не совсем корректно говорить о том, что только начните заниматься EBA, и всё будет прекрасно, вы получите всё, что вы хотите. Это не совсем так. Действительно, мы должны учитывать то, что ребёнок может показать, и чего он может достичь в контексте обучающих каких-то наших протоколов. Это тоже очень важно. И это, на самом деле, тоже, в принципе, оценивается, за этим можно наблюдать, это можно как-то там экстраполировать. То есть это не что-то такое неизвестное, но это то, что мы должны принимать во внимание, когда мы делаем какие-то оценки, когда мы делаем какие-то прогнозы. И тем более, когда мы их сообщаем родителям. Так, вот. И вот этот вот слайд, который мне тоже очень нравится, я его уже несколько лет назад подготовила и показывала очень давно на каком-то мероприятии. Слайд, который вызывает огромное количество вопросов у родителей. То есть все говорят, ну да, нам говорят 30-40 часов, а как это? Это же вообще невозможно. Это что я должен ребёнка посадить за стол, ну вот 40 часов в неделю ребёнок со столом должен сидеть? Как это вообще возможно? Я, ну, как бы готова вам сказать, что невозможно 40 часов в неделю ребёнка держать за столом. Это абсурд. Это никто никогда не будет этим заниматься. И даже не нужно в эту сторону думать. Ну, то есть 30 часов прикладного анализа в неделю – это не про то, что мы с ребёнком занимаемся за столом, или он должен там где-то там сидеть и учить тренировать эхо-реакции и там отвечать на вопросы. Дело в том, что если мы относимся к программе, к индивидуальной программе развития ребёнка, как должны относиться специалисты прикладного анализа поведения, то нам легко будет понять, откуда эти 30 часов берутся. Потому что в нашем этическом кодексе написано о целостном подходе, о том, что подход к ребёнку должен быть целостным. Мы не можем рассматривать, например, проблему с речью, не опираясь и не принимая во внимание то, что с этим ребёнком происходит в других областях, то есть, там, не знаю, с его физическим развитием, с его поведением вообще, с его социальными навыками и прочим, прочим, прочим. И если мы говорим о целостном подходе, то вот это вот утверждение о большом количестве часов в неделю становится более понятным. И вот на этом слайде пример, откуда набирается 30 часов в неделю. Это такой пример, который, ну вот просто я ориентировалась на те программы, которые мы делаем в центре. И вот если так вот примерно представить, что у нас ведётся работа с поведением. Очень часто дети, которые приходят к нам в терапию, у них есть проблемное поведение. И, к примеру, мы работаем там 2 часа в день с поведением. На самом деле, если я подсчитывала, один раз подсчитывала, я работала с девочкой по коррекции её поведения истерики, и я подсчитывала, какое количество мама тратит в день на работу с этим протоколом. Ну, там была интенсивная такая хорошая такая программа. У неё уходило примерно 6 часов в день на работу по этому протоколу. Ну, то есть, здесь мы возьмём, например, 2, какая-то более простая программа, да? Если мы занимаемся с ребёнком такими навыками, как пища, одевание, туалет, а вы и так это делаете, родители и так в этом участвуют. Они учат детей кушать, одеваться, чистить зубы, складывать свои вещи на место, но вы же это делаете. И мы предположим, что на это уходит примерно 1,5 часа в день. Если, например, вы занимаетесь с ребёнком академическими навыками, например, 3 раза в день по 30 минут, при этом, на самом деле, я думаю, что вот здесь вот как-то этот слайд, так он представлен, что как будто бы только родители это делают. Но если мы представим, что у нас есть программа, и часть этой программы реализуется специалистами, то это вообще выглядит ещё более реально. К примеру, речью, визуальным восприятием, имитацией и там какими-то ещё прочими навыками, которые иногда ещё называют академическими, занимаются специалисты, занимаются полтора часа в день. И совершенно ведь неправильно работать с речью только в структурированной среде. Мы знаем о том, что речь у нас существует во всех, ну, как бы вот где мы там с ребёнком находимся, мы идём с ним по улице, и там у нас речь. Или мы, например, с ним садимся кушать за стол, и там у нас есть какая-то опция, какая-то ситуация, где мы можем потренировать его речи. Но ведь правда ведь в натуральной среде ведь нужно работать с речью, мы не можем просто взять и замолчать во всё остальное время. И если мы представим, что у нас 3 раза в день по 10 минут, мы этому уделяем внимание, то это ещё 30 минут в день. И, к примеру, мы с ребёнком пару раз поиграли 2 раза в день по 15 минут. Тоже, в общем-то, не какая-то запредельная, в общем, история. И мы, например, укладываем спать, и у нас есть какой-то ритуал, которому мы следуем изо дня в день, и это 30 минут. И вот если вот это вот всё посчитать, то у нас набирается 32,5 часа в неделю с выходными. То есть это значит, что у вас выходные свободны, а вы уже набрали 32,5 часа. То есть если мы представим, что программа касается всех областей, где ребёнок существует, и вы так или иначе берёте во внимание то, что с ним происходит, и пытаетесь ему помогать в этих разных областях, то, пожалуйста, у вас 30 часов в неделю уже есть. А выходные вы, предположим, спите. Вообще ничего не делайте. Мне кажется, это достаточно оптимистично выглядит. Вот. Следующий слайд. И я ещё раз хочу сказать про то, что такой подход, о котором я вот на прошлом слайде рассказывала, он предполагает, что мы работаем по программе, которая относится ко всем тем сферам, в которых ребёнок вообще себя каким-то образом проявляет. Это и про то, как он играет, и про то, как он ходит в туалет, про то, как он кушает, про то, как он смотрит, про то, как он говорит, про то, как он спит, и про то, как он, я не знаю, спортом занимается. Всё это является компонентами цельной сбалансированной программы развития. И об этом как раз, и об этом говорит прикладной анализ поведения. Это что-то вроде такой базовой предпосылки. Мы предполагаем, что всё, что мы делаем, ну, относится ко всем сферам развития, понимаете? И сбалансированная программа касается всего того, что происходит с ребёнком. Где у нас есть проблемы, там мы и будем работать. Хорошо. И у нас теперь следующий слайд. Я бы хотела сказать ещё о том, что у нас есть прекрасные инструменты, которые позволяют нам именно такую программу простроить. И это протоколы, которые уже переведены на русский язык. Сейчас я тут глотну, немножко кашляю, извините. И дело в том, что вот мы с вами говорим о том, что программа должна касаться всех сфер, в которых ребёнок существует. Протоколы, которыми мы сейчас активно пользуемся. AblesR и VB-Map, которые уже на русском языке у нас есть. С прошлого года уже AblesR уже есть на русском языке. Как раз позволяют нам такую программу простроить. Потому что в них все навыки, ну, там навыки сформированы по определённым группам, достаточно легко в них разобраться. Там, ну, то есть вот если вы посмотрите, здесь на слайде описано, какие, в принципе, группы навыков существуют. Тут, ну, достаточно без термина, всё очень просто описано. Но здесь, если вы видите, все эти области как раз и перечислены. Здесь и физическое развитие, и социальные навыки. И вот, например, такой прекрасный навык, как сотрудничество и эффективность поощрения. То есть про то, как ребёнок вообще взаимодействует со взрослым, и как мы можем эту самую позитивную мотивацию создать. Тоже оценивается как некий навык. И, например, то, чему детей учат вот как раз там в школе или в предшколе, математика, грамматика, чтение. Все эти навыки определённым образом сгруппированы, и протоколы позволяют нам оценить уровень развития ребёнка по тому или иному навыку. То есть эти инструменты действительно подробнейшим образом анализируют каждый навык. И специалист, пользуясь таким протоколом, может очень точно выявить те дефициты, которые у ребёнка есть на тот или иной момент. Более того, они позволяют в динамике наблюдать прогресс развития ребёнка. То есть мы можем смотреть, что там месяц назад были такие дефициты, сейчас мы делаем нашу программу, они скомпенсировались. У нас, например, там есть сейчас следующие цели, мы можем простроить. То есть это действительно профессиональные такие хорошие, ну даже странно как бы так их называть профессиональные хорошие, потому что это что-то вроде таких хрестоматийных, таких учебников наших, которые мы используем в своей работе. Вот. И они были разработаны именно для детей с расстройством аутистического спектра. То есть это действительно то, что специалистам в помощь, именно тем специалистам, которые работают с детьми с особенностями, с детьми с аутизмом. Вот. Ну вот этот слайд, он, конечно, ознакомительный. И очень много можно рассказывать и про эти протоколы, и про то, как составляется программа по этим протоколам, и про то, как оценивается прогресс. Но я бы хотела перейти ещё к следующим темам, потому что мне представляется, что интерес к ним тоже велик. И следующая наша тема – это проблемное поведение. То есть мы так поговорили о том, что у нас есть прекрасные общие программы, которые про всё-всё-всё на свете. Но есть ещё то, что очень многих родителей и специалистов волнулись, и я бы хотела немножечко про это поговорить. Это проблемное поведение. Проблемное поведение – это действительно очень серьёзная тема. Во-первых, оно так и называется – проблемное поведение. Оно представляет из себя проблему. Во-вторых, инструменты, которые мы используем в этой работе, мы должны пользоваться только теми инструментами, которые проверены. То есть мы должны брать в работу те методы, которые имеют под собой достаточное научное обоснование. И вот если вспомнить про то, как я рассказывала про большое количество статей, которые существуют в нашем сообществе профессиональном, то как раз вот эти темы связаны. Мы не можем подойти к решению проблем в поведении, опираясь просто на интуицию или на то, что там показалось, или посоветовал сосед, или, например, другой родитель говорит, а у меня такая же ситуация была. Я там то-то, 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 не знаю, и давал попить три раза в день водички холодненькой, и потом мы погулять ходили, и как-то вроде как успокоилось всё. И родители другой думают, так, ну, наверное, и этот раз там сработало, то и тут тоже сработает. И начинают какие-то применять процедуры, которые могут вообще никакого отношения к его ребёнку не иметь. Это, во-первых, это не очень эффективно по определению, потому что эти программы должны быть индивидуальными. А во-вторых, в ряде ситуаций это может быть и опасно, опять по той же причине, потому что все программы наши, все протоколы, они должны быть индивидуальны, то есть они должны быть простроены под конкретного ребёнка. Вот, поэтому, как-то я ещё раз хочу вот эту мысль повторить о том, что процедуры должны быть качественными, протоколы, которые вы используете в этой работе, должны быть написаны компетентными специалистами. И это очень важно. У меня ещё будет потом отдельный слайд про это, но мне просто это кажется настолько важным, что я про это готова два раза сказать. Вот. Что мы относим к проблемному поведению вообще? Если даже вот на этот список не смотреть, который на слайде, всё то, что ребёнку мешает, мешает, например, его обучению или мешает его жизни в обществе, это относится к проблемному поведению. Всё то, что представляет риск для здоровья ребёнка, это тоже относится к проблемному поведению. Это даже в первую очередь. То есть если бы мы говорили про какие-то приоритеты здесь, то, безусловно, то, что относится к таким вот, то есть самоповреждающее поведение, агрессия, это, безусловно, приоритет номер один в работе специалиста. С этого мы начинаем. Но в то же время мы точно так же к проблемному поведению относим и всё то, что мешает нам ребёнку обучать. И вот на этом слайде перечислены такие вот основные виды проблемного поведения, с которыми мы наиболее часто сталкиваемся. Вот. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Многие родители пробовали работать с нежелательным поведением. Многие специалисты пробовали работать с нежелательным поведением. И, наверное, все, кто пробовал, скажут, что непростая эта штука – работать с проблемным поведением. Почему сложно начать? Многие родители рассуждают так, что «Ну, он скандалит сейчас, но он же ещё маленький. Но пройдёт несколько лет, и, ну, как бы он вырастет, он начнёт всё понимать, и проблемное поведение исчезнет». Это очень типичный такой, ну, как бы, способ подхода к этой проблеме. Кажется, что важнее начать, например, читать. Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что приходит, например, семья, и мы обсуждаем, что их сейчас волнует. И родители очень часто говорят о том, что «Наш запрос номер один – это мы должны готовиться к школе, и мы должны, ну, хотя бы сидеть там читать, писать. Но ребёнок ведь идёт в школу». И при этом как-то замалчиваются, игнорируются, забываются и отходят на второй план порой очень серьёзные поведенческие проблемы. И это, на самом деле, тоже в некотором смысле ошибка. Ну, не в некотором смысле, это ошибка. Вот. Часто бывает, что был какой-то неудачный опыт, то есть была какая-то неудачная попытка работы. Ну, и то, с чего я начала, это действительно непростые протоколы. И даже вот на том слайде, где я показывала разбивку по часам, если вот мы работаем в прикладном анализе поведения, из чего может строить, ну, там, как складывается наша нагрузка. Я говорила о том, что вот та семья, для которой я писала протокол, они работали 6 часов в день примерно по протоколу. Это очень непросто. Это очень непросто. Это должны взрослые отложить все свои дела на достаточно большое количество времени и уделить много сил, много внимания работе с проблемным поведением. То есть действительно эти протоколы часто очень непростые для нас. И для родителей. И подход, который используется в рамках прикладного анализа поведения, он следующий. Мы исходим из такой предпосылки, что у любого поведения есть функция. Есть даже такая процедура, которая называется функциональный анализ. Что такое у любого поведения есть функция? Это, конечно, такая модель, то есть некое такое упрощение, конечно же. Понятно, что там мир ребенка гораздо богаче и многообразнее и интереснее, чем просто вот такие вот три функции поведения. Это, конечно, модель. Но эта модель позволяет нам эффективно работать. И, то есть, конечно, нужно понимать, что это упрощение, но с другой стороны, то что также нужно понимать, что это упрощение позволяет нам простраивать очень хорошие эффективные процедуры по коррекции проблемного поведения. У любого поведения есть функция. То есть, любое поведение происходит с какой-то целью для того, чтобы что-то. Зачем так происходит поведение? Вот такое вот утверждение лежит в основе этого функционального подхода. Ребенок может хотеть что-то получить. Он может хотеть получить внимание. Или он может хотеть получить какой-то предмет. Или какой-нибудь очень вкусный предмет может хотеть получить. Конфету, например. Или он может, например, срочно хотеть заняться какой-то деятельностью. И он может демонстрировать поведение для того, чтобы получить какую-то деятельность. То есть представим, например, себе, что вода в ванну набирается, а ребенок срочно хочет купаться уже прямо сейчас, он ничего не хочет ждать, и он начинает скандалить и как-то хныкать, и как-то дергать за рукав взрослых, чтобы его скорее уже купаться поместили. И очень легко представить, что деятельность тоже может быть чем-то таким желанным, что ребенок очень хочет получить, и ради чего он демонстрирует то или иное поведение. То есть такая же функция, ну как бы вторая, вот следующая функция – это избегание. То есть бывает так, что есть некий неприятный стимул, и поведение направлено на то, чтобы этот стимул избежать. Тоже, конечно, очень такие упрощенные здесь такие формулировки, но тем не менее мне бы хотелось просто какую-то как основу такую показать тем, кто, может быть, еще пока не очень хорошо представляет себе, как это вообще все у нас тут устроено, это прикладном анализе поведения. Что значит, что хочется чего-то избежать? Если, например, ребенок садится за стол с нами позаниматься, и он какое-то время занимается, а потом вдруг ему все то, что вот ему предлагается сделать, какие-то, например, задания там, или, например, те вопросы, которые ему задают, они вдруг перестают ему нравиться, и он уже хочет как-то, чтобы это все прекратилось. И он может начать, например, стучать по столу рукой очень сильно. И учитель тогда может сказать, так, кажется, у меня Ваня устал. Ну ладно, переменка. И отпускает Ваню на переменку. И в данной ситуации, это, конечно, предположение, и я сейчас не говорю ни про конкретного ребенка, ни про ваших детей, просто такой пример. Например, мы можем с такой ситуацией сделать предположение, что ребенок успешно, эффективно избежал неприятного стимула, которым были для него инструкции учителя, вопросы учителя. Вот. И то есть поведение может быть для того, чтобы избежать что-то. Например, я могу зонтик на улице открывать для того, чтобы избежать дождя. Ну так вот можно. Если дождь для меня неприятный стимул, я зонтик открыла и избежала неприятного стимула. Или, например, на улице громко и очень шумно, и я закрываю окно, и я избегаю неприятного стимула. Мое поведение закрывать окно направлено на избегание неприятного стимула. Все очень просто. И, например, есть такая функция поведения, как самостимуляция. И на самом деле это, наверное, ну такие достаточно вот как раз сложные такие поведенческие проблемы, когда функция поведения самостимуляция. То есть это о том, что поведение происходит ради того, чтобы были какие-то ощущения. С одной стороны, самостимуляция – это то, что присутствует у любого человека в той или иной степени. То есть, например, вот я когда сижу, я вот так вот привыкла, у меня вот так вот ноги, вот так вот одну на одну ногу всегда складываю и иногда покачиваю ногой. И это, в принципе, вот какие-то сенсорные ощущения, к которым я привыкла, мне иногда кажется, что это мне помогает сосредоточиться. Или, например, вот так вот ручкой по столу сидеть, вот так вот, дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-ручкой. Поведение происходит ни за чем. То есть, я ничего не получаю, ничего не избегаю. Это что-то вроде таких ощущений, которые мне до чего-то, ну вот, как-то они меня радуют, какое-то мне приносят удовольствие сенсорное. Накручивать волосы или поправлять вот так вот волосы, то есть есть такая привычка вот так вот, или вот крутить волосы вот так вот. Очень многие люди, ну как бы, имеют такие вот безобидные привычки, это никому не мешает, и это на самом деле вид самостимуляции. Потому что это направлено только на получение ощущений, и это нам иногда мешает, иногда помогает. Ну как бы это существует, ну как бы, в общем, как обычная какая-то штука. Вот, но у детей с особенностями, у детей с аутизмом часто это самостимулирующее поведение превращается в проблему. Более того, иногда оно перерастает в самоповреждающее поведение. И у меня на самом деле, например, был ребёнок, у которого было самостимулирующее поведение, ну вот, например, он себе кусал щёку изнутри. Ну то есть он прикусывал себе всё время щёку. Это очень сложное поведение, потому что его не очень хорошо видно, но у ребёнка всегда была, ну, у него были прямо травмы. Вот, и мы, вот я писала токусский протокол по коррекции такого поведения, но это было прямо уже несколько лет назад, и мы успешно справились с ним за несколько месяцев. Но я просто как пример такого поведения, которое самостимулирующее, но которое совершенно не безобидное, оно действительно причиняет вред ребёнку. И нам нужно с таким поведением работать в первую очередь, если оно у ребёнка есть. Потому что если самоповреждающее, то мы помним, что это приоритет номер один. Вот. Вот такие вот функции мы сейчас с вами рассмотрели. И можно нам, пожалуйста, Артур Валерьевич, помогите нам со следующим слайдом. И я хотела сказать о том, что для того, чтобы простроить работу с нежелательным поведением, нам нужно правильно оценивать функцию поведения. То есть, есть соответствующая процедура, она занимает большое количество часов. То есть, это не то, что что-то так с налёту, раз и сделал, и вроде как провёл функциональный анализ. Это действительно процедура очень серьёзная, которую делают специалисты, в ходе которой появляется план по коррекции поведения. И этот план может реализовываться только с условием постоянного сбора данных. Почему нам нужен постоянный сбор данных? Поскольку, если я написала протокол и начинаю его применять, и при этом никакую обратную связь не понимаю и не учитываю в дальнейшей своей вообще работе, протокол может привести к какому-то непонятному, непрогнозируемому для меня результату. В поведенческих протоколах обязательно будет написано, ну если вы такие протоколы увидите или видели уже, там будет написано, что данные собираются таким-то, таким-то образом и предоставляются консультанту раз в два дня, или каждый день, или раз в неделю. И на основе этих собранных данных протокол может пересматриваться, дополняться. Поскольку мы ведь имеем дело с поведением, поведением просто живого человека, у которого вообще тысячи событий в день происходят, и его поведение очень гибкое, изменяющееся, оно очень быстро меняется. Если мы не будем постоянно получать обратную связь о том, как оно меняется, наш протокол может не сработать. Поэтому работа ведется с постоянным сбором данных и на основе этих собранных данных. Вот, и я сейчас только вот... Давайте посмотрим, как вот так неудобно, что я сама не управляю этим, я не помню, какой следующий слайд у меня. Давайте глянем. Ну дальше вот уже примеры. Давайте вернемся ненадолго на предыдущий. Я еще раз хочу сказать, я еще раз хочу сказать о важности работы под супервизией, о важности работы с компетентным специалистом. И я бы хотела сказать, что вот есть такие правила, у меня на самом деле этот слайд был, я просто сейчас не очень понимаю, куда он делся, может быть, что-то с версией презентации не то, но я вам просто расскажу сейчас словами, потому что это очень важно. Когда вы работаете с проблемным поведением, вам нужно держать в голове следующие правила. Работа должна вестись под супервизией компетентного сертифицированного поведенческого аналитика. Вот есть специалисты уровня BCBA, и они должны супервизировать протоколы по коррекции проблемного поведения. Работа должна вестись таким образом, чтобы у семьи всегда была возможность обратиться к специалисту за помощью. У вас, если вы работаете с какими-то опасными видами поведения, ну то есть, например, мы говорим про агрессию, самоагрессию, у вас должна быть связь со специалистом, который написал протокол, всегда, то есть на постоянной основе, поскольку может произойти что-то, что было не запланировано или что было не учтено, и вы должны всегда иметь возможность обратиться за помощью, получить рекомендации, и потом, может быть, процедура будет изменена. И кроме того, так, значит, супервизия, постоянная связь со специалистом, и кроме того, тот специалист, который пишет этот поведенческий протокол, должен обладать достаточной компетентностью для написания такого рода документов. Ну, потому что это достаточно серьезные, вообще говоря, вопросы. Вот, вот что я хотела вам еще сказать по поводу серьезности работы с проблемным поведением. И сейчас я хотела бы вам привести такие примеры. Вы знаете, это такие примеры работы, которые из моей практики или из практики моего центра, нашего центра Мозаика. Там будет не очень много такой профессиональной информации. Я просто хотела бы вам показать, с чем, в принципе, может вестись работа, и как это примерно может выглядеть. И мы сейчас вот посмотрим такие примеры. Следующий слайд. Я хотела рассказать вам про мальчика Сашу. На самом деле там работа велась вот как раз не очень, может быть, даже системно, поскольку у нас было всего две консультации с мамой, но там это в силу достаточно большого количества обстоятельств так получилось, потому что мама далеко жила, и у мамы здоровье не позволяло, к сожалению, приезжать к нам в центр регулярно. Но, тем не менее, мы наблюдали ребенка, мы встречались с мамой, и была потом возможность обратной связи, ну, в смысле, была потом возможность коммуникации с этой мамой. Ребенок Саша, мальчик Саша, у него было поведение истерика, которая переходила в самоагрессию. И чистота этого поведения была, ну, просто совершенно кошмарной, как вы видите. У него было около 40 истерик в день, когда он начинал плакать и кричать. Под истерику у нас попадал в том числе и крик ребенка, то есть он начинал кричать очень громко. И примерно в 50% эта истерика переходила в самоагрессию, он ударялся головой. О любой твердый предмет, об угол, об пол, об стол, об стену, об любое, ну, собственно, поведение я наблюдала, и он приезжал к нам в центр, потому что... Вот, мама закончила наши родительские курсы, то есть она прошла наши вебинары от нашего центра, тут какая-то у нее была базовая подготовка в области прикладного анализа поведения, что и позволило нам такую работу простроить, потому что ребенок в центр к нам не ходил, но тем не менее мы вот путем консультации вот таким образом с ним поработали. Вот, то есть вот такое поведение было скорректировано. Методы, которые мы применяли, мы проанализировали те события, которые могут запускать эти эпизоды поведения. То есть вот здесь вот написано «анализ триггеров», то есть это те факторы, которые запускали поведение. Мы сделали определенную процедуру, которая называлась «спокойные жетоны», когда мы тренировали ребенка вести себя спокойно, и потом постепенно путем добавления определенных триггеров, путем постепенного усложнения, путем повышения степени воздействия этих триггеров, вот так что ли сказать, мы постепенно увеличивали уровень его толерантности по отношению к тем событиям, которые до этого запускали поведение. Такая большая серьезная программа. И по моменту была такая типовая процедура, которую многие применяют специалисты, которая известная такая. Это вот DRO, Differential Reinforcement of Autobehavior. Это такая процедура, когда подкрепляются периоды отсутствия поведения. И были ряд реактивных процедур. Они здесь указаны очень общими словами. Почему? Потому что я еще раз хочу вам сказать, это не пример протокола, который можно применять специалистам или родителям. Я просто в общих чертах показываю, какие были процедуры, и хочу показать просто как пример то, с чем в принципе может вестись работа в рамках прикладного анализа поведения. И, соответственно, дальше приведена переписка с мамой, то есть как мы начали заниматься, с Сашей, как мама начала применять эти процедуры, на следующем слайде будет переписка наша с ней. Был еще вот такой там, ну вот вы видели фотографии, эмоциональный термометр, то есть мы его использовали в рамках программы вот этого DRO, да, вот здесь я не пояснила. У него была зелененькая сторона и красненькая сторона. Когда все было хорошо, он был на зелененькой стороне. Когда у него начинался эпизод, или когда он начал сердиться, его фотографию помещали на красную сторону, то есть была такая визуальная опора. И эта визуальная опора применялась в рамках процедуры DRO. И теперь давайте посмотрим, какой результат мы получили. То есть мы вот этой осенью это все происходило. 10 октября мы подготовили материалы, то есть жетоны подготовили, этот эмоциональный термометр. Протокол я им дала, распечатанный и выслал на почту. Вся семья была с протоколом ознакомлена, они задали мне уточняющие вопросы. После этого мы могли начинать. То есть работа начинается только после того, как все вопросы решены, все взрослые, которые контактируют с ребенком, полностью информированы о той процедуре, которая делается, все знают, как себя вести реактивно. То есть если поведение начинается, все взрослые должны вести себя совершенно одинаковым образом. Ну и мама выполняла еще и проактивные процедуры, и собственно вот этот протокол, который DRO. И мы подготовили материалы, 12-го мы начали работать, и Сашу чрезвычайно заинтересовал сам процесс. Для этой работы было зарезервировано самое серьезное поощрение, то есть мы проанализировали самые сильные подкрепления для этого ребенка, выбрали самые сильные, они были зарезервированы, то есть в обычной жизни ребенок их перестал получать. Для него это были вкусняшки, какие-то лакомства его самые любимые, но в рамках вот этого поведенческого протокола он мог их получить. И 18-го октября, то есть на самом деле через 6 дней мы увидели результат, что в 4 раза поведение уже сократилось. У него было 20 эпизодов, и поведение сократилось до 5 эпизодов в день. И это на самом деле достаточно хороший результат. Ну вот он был обеспечен еще и тем, что мама была подготовлена к такой работе, потому что она прошла курс для родителей по прикладному анализу поведения и хорошо поняла процедуры. Вот, то есть это просто как пример такой работы, которая может быть проделана специалистами по прикладному анализу поведения. У нас же с вами тема сегодняшнего нашего разговора, это чему можно научить? Вот, можно научить ребенка быть спокойнее и не раздражаться, и не включаться в эпизод с таким серьезным, проблемным, страшным поведением. Ребенка можно научить с помощью методов прикладного анализа поведения, научить быть терпимее, спокойнее и вести себя безопасным образом. Ну, мне кажется, что это достаточно убедительный пример. Дальше, еще один клинический случай, это девочка Тани, мы, если успеем, мы посмотрим обязательно про нее видео, потому что оно здесь у нас есть. Это девочка Тани, которая к нам в центр приезжала несколько раз на интенсивные курсы, у нее такое поведение самостимулирующее, на самом деле это может быть в какой-то степени более сложные протоколы, потому что самостимуляция часто бывает более сложной для работы, так сказать, проблемное поведение. Вот, и у нее было очень тоже очень высокочастотное поведение, 25 раз в час у нее были вокализации. Она озвучивала какие-то такие кусочки из мультиков про смешариков. Причем она, у нее, это были не слова и не диалоги, а она просто интонации повторяла, что-то чирикала. Это, на самом деле, с одной стороны, забавно очень было, она вообще очень милая девочка, очень милая. То есть это как бы с одной стороны и мило выглядело, то есть она там чего-то чирикает сама с собой, вроде как забавно и ничего страшного. Но с другой стороны, мы понимаем, что в принципе такое поведение мешает социализации ребенка. Ребенок в детском саду или, например, в общественном месте, если он вовлекается в такое поведение постоянно, это не очень способствует тому, чтобы люди понимали, что с ним происходит. И вообще как-то, ну, в общем, не совсем социальное поведение. Вот. На тот момент, когда мы начали работать, уже история у этого поведения была целых три года. То есть оно было уже, конечно, хорошо научное такое, древнее такое, хорошее такое поведение, сформированное. Вот. Но были применены тоже процедуры, которые были вот у нас на тот момент, в центре мы применяли, у нас есть такая программа «Тихие жетоны», когда мы учим ребенка контролировать свое вербальное поведение, то есть не вовлекаться как раз вот в эти самостимулирующие вокализации. Мы пример таких тихих жетонов вам покажем с Артуром Валерьевичем, как раз такое видео у нас есть. Буквально через один слайд мы уже сможем посмотреть. Вот. И помимо этого мы использовали метод, который описан в статьях, в тех самых статьях, который Journal of Applied Behavior Analysis. Это метод REIDR, Response Interruption and Redirection. То есть когда делается, у ребенка начинаются вокализации и делается перенаправление, ему дается несколько вербальных инструкций. И вот в комплексе у нас за три дня, опять-таки хочу показать, что достаточно быстро мы видим здесь результат, то есть вмешательство три дня длилось и привело, нет, оно и потом дальше продолжалось, просто я привожу данные за три дня. И за три дня мы сократили количество вокализаций на 40%, то есть их было 25 раз в час и примерно составляло 15 раз в час через три дня применения протокола. Но на самом деле мне и специалисты центра, и мама мне в первые дни просто подошли, все по очереди сказали, это невозможно, этот протокол невозможно вести, это очень тяжело, ну потому что очень высокочастотное поведение, нужно было постоянно на него правильно реагировать. Но мы тем не менее собрались силами и продолжили, и очень хорошие результаты видели. А что главное, Таня научилась себя контролировать, то есть когда она начинала вокализировать, она сама вспоминала, что это не то, что правильно, и замолкала. И вот это тоже очень дорогого стоит, потому что у нее появился самоконтроль такой, который в принципе потом приводит к тому, что ребенок уже в каких-то ситуациях способен не начинать это поведение, он может себя проконтролировать и не начать эти вокализации. Это очень-очень здорово. Вот, и давайте следующий слайд. А, ну вот собственно и видео. Значит, нам сейчас нужно посмотреть видео номер... А, мне кажется, у самой получится. Сейчас я вам покажу видео, которое называется «Тихий ротик». Это как раз жетоны, которые девочка собирает, правда другая девочка, не Таня, а Полина, но не важно. Она собирает жетоны за то, что она молчит. То есть она сидит тихонечко и сама себе ставит жетон за каждый небольшой период молчания. Это самая начальная стадия. А потом эти периоды потихонечку удлиняются, удлиняются, можно туда добавлять визуальный таймер и всякие разные, еще другие, ну то есть чтобы увеличить этот период. Но сама программа выглядит вот примерно... Сейчас вы увидите, как эти жетоны можно собирать. Так, пробуем. Давай. Давай. Собирай жетонечко. Собирай жетонечко. Молодец. Молодец. Ты посидишь. Отлично. Отлично. Умница. Давай дальше. Очень тихо сидишь. Очень тихо сидишь. Давай. Нет. Тише. Тише. Тихо. И Херотик. Давай дальше. Да. Отлично. Молодец. Помедленней. Помедленней. И остался какой? И остался какой? И ты очень тихо. И ты очень тихо. вот такая вот такая вот чудесочка а потом ну то есть мне на самом деле результаты были вот у меня тоже к сожалению результаты у нее тоже были очень хорошего то этой девочки у полина мы тоже сократили я правда не помню ни заказ сколько недель ну нет я не буду оперировать этими данными потому что я точно их не помню там тоже хороший был результат но вот мы видим как ребенок учится сидеть тихонечко и собирать свои вот эти вот призы которые потом приводят ее к более какому-то какому-то там к мультику или там к чему-то какой-то игрушки который она хочет или какой-нибудь вкусняшки потом период увеличивается и таким образом ребенок учится себя контролировать все более все более и более длительный период времени это очень здорово сейчас я вам хочу еще показать видео которое про тоже прекрасного совершенно мальчика тема который к нам приезжал из города находки все мы это наш герой вообще и любимец совершенно потрясающий мальчишка у него проблема была такая что когда он видел двери которые закрываются и открываются и особенно это вот эти вот вот эти двери которые вот такие автоматические он совершенно в такое возбуждение впадал в такое позитивное но оно для него выражалось том что он начинал хлопать себя по коленям и кричать ему очень сильно нравились двери и когда он видел дверь особенно которые были с где нужно набирать код как-то называть в общем вы поняли который там кодовый замок и там у нас что-то там делинкает или телинкает вот этот электронный звук это вообще для него предел мечтаний был то есть если он видел такую дверь он мог остановиться и никуда не он не хотел уходить пока он это вот это вот делин делин не услышит как только этот делин делин начиналось он совершенно впадал в сумасшедший восторг и начинал прыгать кричать и хлопать себя по коленям руками мальчик не вербальный у него уровень примерно первый уровень веби мэп если вот специалисты есть но то есть как бы ребенок такой достаточно он не говорит он не очень хорошо понимает обращенную речь и его при этом но действительно сложно контролировать такой ситуации потому что его не увести не отвести не остановить ничего очень сильно это все дело нравилось мы делали в центре такой тренинг когда мы тема учили при открывающейся закрывающейся двери мы учили его сначала просто спокойно находиться то есть не хлопать себя по коленям не начинать кричать а потом вот вы сейчас увидите на видео здесь уже он мало того что он достаточно спокойно себя ведет он уже даже учится слышать инструкции которые ему дает инструктор и выполнять какие-то простые инструкции уже не начиная ну вот не начиная вот этого нежелательного поведения ну то есть тоже вроде такой толерантность к вот к этим триггером которые всегда запускали поведение и вы увидите сейчас там папа будет входить и заходить и вот этот вот звук правильный там он запускает на своем телефоне в это время тема тренируется быть спокойным и реагировать на инструкции нашего специалиста и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, я понимаю, что видео может зависать, вы знаете, я думаю, что когда вы будете смотреть запись этого вебинара, там видео должно отображаться хорошо. Действительно, это может еще и зависеть от того, какое качество связи на вашей стороне. Я хотела бы еще одно видео показать, вам тоже схожее, может быть, немножечко. Это видео про Андрея, это мальчик, который к нам приезжал из Екатеринбурга. Вот, и его вела не я, а другой аналитик центра. Этот мальчик совершенно не мог, и уверена, что многим знакомая ситуация, не хотел стричься ни в какую. Вот стрижка, это для него что-то такое, что он не позволял ни ногти стричь, ни волосы стричь, и вообще появление ножниц где-то вокруг него запускало поведение истерики. И он у нас был, по-моему, месяц на интенсиве, или может быть, три недели. Ну, в общем, мы на самом деле где-то через две недели мы уже всего его обстригли со всех сторон. Вообще, у него уже тёлка такая была неровно подстриженная, потому что наши специалисты не очень парикмахеры. Но зато поведение мы полностью убрали. Вот, и единственное, что мы еще хотели его прям по-честному в парикмахерскую сводить, но не смогли, к сожалению, договориться. Но, в общем, в центре мы его постригли всячески. Вот, и сейчас вы посмотрите тоже видео с тем, как велась работа эта. Мы постепенно, есть такие процедуры, которые называются систематическая десенсибилизация. Опять-таки, специалисты знают эти процедуры. То есть, ребёнок просто, мы учим очень маленькими шажочками, очень постепенно, ребёнка относится спокойно к тому, вот, ну, к чему он относился неспокойно. И сейчас вы посмотрите тоже, как велась работа с этим малышом прекрасным. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вот такое вот видео про то, какую ещё можно программу сделать с использованием наших прекрасных методов. Это просто, опять-таки, я ещё раз хотела бы подчеркнуть, это не примеры протоколов. Нет. Я просто хотела вам показать, какое количество разных проблем и разных ситуаций можно разобрать и успешно решить. Вот. И, ну, мне кажется, что это очень интересно и здорово, что можно такие даже, вот, казалось бы, неразрешимые проблемы потихонечку решить. Так, теперь нам нужен следующий слайд. Вот здесь вот как раз тот слайд про опасное поведение. Ну да, мы посмотрели с вами видео. Я не буду на нём долго останавливаться. Может быть, если вам будет интересно, вы сможете в записи ещё раз почитать. Но я всё это уже проговорила. И мы можем следующий слайд запустить. Возвращаясь к моей теме про сбалансированность программы, я хотела бы ещё раз напомнить о том, что поведенческие проблемы – это только одна из областей, в которых мы работаем. И всё то, что мы делаем в рамках индивидуальной программы развития ребёнка, гораздо шире, чем только поведенческие проблемы. И часто получается так, что мы начинаем решать поведенческие проблемы, и для того, чтобы их решить, нам нужно, например, обучить ребёнка запросу, например, ввести ему карточки ПЕКС. И это значит, что для того, чтобы справиться с проблемным поведением, нам нужно сделать какие-то обучающие программы. Или, например, научить ребёнка ждать. Вот там у нас в конце, если хватит времени, мы посмотрим примеры программы «Жди» и поговорим про важность вот этих протоколов. Или, например, мы знаем, что у ребёнка проблемное поведение связано с приёмом пищи. Будут какие-то обучающие процедуры, где мы будем ребёнка учить кушать правильно. То есть это вот неразрывно связанные темы. Для того, чтобы справиться с какой-то проблемой, часто бывает, что нам нужно ребёнку показать новое какое-то поведение, альтернативное поведение. Научить этому альтернативному поведению, и тогда мы скорректируем то, что у нас вызывает сложности. Ну, у него, в первую очередь, вызывает сложности. Вот. И мы можем следующий слайд посмотреть. Я хотела вам показать пример заданий из текущего плана. Это просто ребёнок, который ходит к нам в центр. И вот этот вот слайд я делала в декабре, когда выступала на конференции, собственно, в Тюмени. Я просто выписала из текущего плана. Этому ребёнку я планы составляла и валидировала их тоже я. Ну да, я составляла. Ну, в общем, это мои были планы. И я просто выписала те задания, которые у него на тот момент были, на ту неделю, когда я как раз была на конференции в Тюмени. И вот какие у него были задачи. То есть у него было то, над чем он работал. Это его задания прямо. Там тоже были критерии достижения цели. То есть мы снимали определённым образом данные, и ребёнок мог освоить этот, ну, как сказать, достичь этой цели. Тогда ему оставилась другая. Не то, что какое-то абстрактное такое, спокойно подходить к столу по требованию педагога. У нас был критерий успешности, это 80%. Когда Ярик в 80% случаев подходил по требованию педагога спокойно к столу, мы говорили о том, что эта программа освоена, и можно ставить какую-то следующую цель. И у него здесь, помимо этого, мы видим программу HD, формирование запроса. Он у нас на ПЕКСах, этот мальчик, он делает запросы с помощью ПЕКС. Расширение мотивационной сферы – очень важная задача. Очень важная задача, с учётом того, что мы часто видим своеобразие интересов и достаточно ограниченную мотивационную сферу у наших ребятишек. Практически во всех наших планах есть задача по расширению мотивационной сферы, по добавлению новых поощрялок, новых игрушек и игр. Собственная игра, то есть мы ребёнка учили играть, потому что у него игровая деятельность была на нуле, он не умел вообще играть, у него только самостимулирующее было поведение. Эхо – у него было несколько гласных звуков. Изучение новых слог в рецептивной речи, то есть он на слух учился понимать части тела, уши, живот и плечи. У него было в визуальном восприятии сортировка на большой и маленький на тот момент, и он собирал несколько пазлов, учился собирать. Моторная имитация с предметами и без. Эти задания были разработаны с участием наших тренеров. Сейчас как раз будет немножко у меня кусочек про физкультуру. И покажу вам, как у нас физкультура проходит. Помимо этого у него было с точки зрения его социальных навыков, у него была задача научиться сидеть одну минуту в группе без убегания и без криков. И мы с вами прекрасно понимаем, что для многих детей это прямо актуальная задача. Особенно если группа большая, там много шума, ребёнку очень сложно находиться бывает в такой ситуации. У него были в программе навыки самопомощи. На тот момент он учился развязывать шнурки и вешать куртку на плечики. И вытирать руки. То есть мы каждый день с ним за столом и вне стола тренировали то, что он вытирал руки салфеткой. И помимо этого у него прям были физкультурные парочка задач. Он учился перешагивать через палочки, потому что у него на тот момент он не смотрел под ноги и не поднимал ноги. И мы учили его перешагивать и кидать мяч в корзину. Кидать мяч он страшно полюбил и вообще до сих пор очень сильно любит. Это у нас теперь даже как мотивационная деятельность используется. То есть как вы видите, да, мы можем уже на следующий слайд перейти. Как вы видите, задачи очень разные и относятся к разным действительно сферам. И я бы хотела вам показать парочку примеров того, как прекрасно интегрируются занятия по физкультуре в программу индивидуальную ребенка. Насколько это взаимосвязанные темы и насколько взаимозависимы они. Потому что действительно мы в рамках наших спортивных занятий можем отрабатывать огромное количество всяких разных поведенческих программ. Опять-таки спорт, движение часто бывает мотивационной деятельностью. И мы можем использовать какие-то спортивные упражнения, как подкрепление, как поощрение по отношению, например, к учебной деятельности. Кроме того, если мы говорим про сбалансированное развитие ребенка, мы просто не можем упускать этот компонент из нашего внимания. Для того, чтобы ребенок развивался органично, гармонично, у него обязательно должно быть движение в его программе. И ваша индивидуальная программа должна тоже какие-то включать навыки, связанные со спортивным именно развитием. Те протоколы, про которые я говорила, на всяком случае в ABLEF AR точно есть две колонки, которые относятся и к крупной моторике, и к мелкой моторике. То есть это действительно в наших программах должно быть, и это соотносится с протоколами, которые используют специалисты в ABA. Вот, я хотела вам показать еще парочку видео с Таней, той самой Таней, которую я показывала, протокол про вокализации, как она занимается спортом и как тренер постепенно снижает физическую подсказку. У нас на самом деле тренеров два, и они оба обладают компетенциями в области прикладного анализа поведения, ну потому что мы работаем с детьми с аутизмом, и там это необходимо. У нас один тренер закончил сертифицированный курс BCABA, второй тренер прошел курсы для инструкторов, то есть они обладают необходимыми знаниями в данной области, и помимо того, что они спортсмены и тренеры, они еще и поведенщики. Ну, немножечко, или даже не немножечко. Вот, и вот посмотрите, как Таня у нас занимается спортом. Таня у нас занимается спортом. Вот, и еще одно видео сейчас вам покажу, где очень здорово у нас интегрирована коммуникация ПЕКС, прямо в занятия спортом, там где у нас сбор жетонов и ПЕКС, и все, как все это включено именно в ловку. Вот, пожалуйста, посмотрите, это мальчик Миша, тоже тренировки тут показаны вот с ним сейчас. Миша, тоже тренировки тут показаны вот с ним сейчас. Ну, то есть мы видим, что одновременно ребенок учится и обобщенным поощрением, то есть у него жетоны, система с жетонами, и мы одновременно учим запрос, то есть мы используем ПЕКС, тоже все это интегрировано в его занятия спортом. Точно так же мы тренируем, например, программу ЖДИ на занятиях спортом и прочее. То есть у нас эти планы, план по физкультуре и поведенческие программы, они как бы связаны, мы их разрабатываем совместно с тренерами, ну, вернее, тренеры знают о всех поведенческих программах, и тоже это использовать в своих занятиях. Так, следующий слайд. И еще, ну, вот у нас действительно хватает времени, я совершенно счастлива, потому что я переживала сильно, что времени не хватит. И у меня еще вот два слайда, и немножечко будет несколько видео по поводу того, что называется учебным поведением, почему важно учебное поведение, и почему мне хотелось бы об этом сказать тоже отдельно. Мы, дело в том, что для того, чтобы ребенка могли обучать, нам часто нужно сделать некоторые подготовительные действия, то есть научить его учиться. Не то, что научить учиться, нам нужно как-то так сформировать такое поведение, которое нам позволило бы ребенка обучать. И эти задачи тоже включены в индивидуальные программы развития, и это тоже являются задачами, которые вот решаются в рамках ABA, в рамках прикладного анализа поведения. Действительно, если мы представим себе ребенка, который раскачивается на стуле, кричит, хватает со стола материалы и кидает их в учителя, или просто берет материалы и начинает ими играть, и представим себе, что мы в этот момент пытаемся его научить правильно произносить слово «красный», например. Ну, к примеру. Вот он весь вот такой вот в поведении, ему совершенно не до нас, он на нас не смотрит, а мы в это время повторяем и повторяем свою инструкцию, что-то пытаемся вообще сделать. Или любое другое задание мы пытаемся дать в тот момент, когда ребенок совершенно поглощен каким-то неприемлемым поведением. Эффективность нашего обучения, она будет стремиться к нулю в этот момент. Мы не можем эффективно обучать ребенка, который демонстрирует неприемлемое поведение, который не смотрит в глаза, который не может спокойно сидеть, который не может концентрировать внимание на учебном процессе. И, ну, не хочется говорить о том, что я часто вижу эту ошибку, но на самом деле я так, это формат рекомендаций. Действительно, лучше начинать учить ребенка тогда, когда он к этому готов. И не жалко потратить какого-то времени в начале, ну, в начале ваших программ, в начале вашей работы с ребенком, не жалко потратить времени на то, чтобы научить его спокойно сидеть, внимательно смотреть, спокойно держать руки на столе, ну, не знаю, там, концентрироваться на тех инструкциях, которые он получает от взрослого. Если вы немного времени, ну или много, сколько потребуется, потратите на вот эти вот действия подготовительные, ваш прогресс потом будет гораздо более качественным. Ваше обучение потом будет на радость всем, потому что вы сформируете, вот вы такой фундамент заложите всему вашему последующему обучению. Это очень-очень важно. Здесь приведены, ну, как бы такие очевидные достаточно для всех примеры, ну, то, что называется топография целевого поведения, то есть что такое у нас ребенок умеет себя вести, ну, в смысле, у него сформировано учебное поведение. Тихий ротик, ножки на полу, ровная спинка, ручки красивые, ну, мы все это прекрасно знаем. И я, конечно, вам очень-очень советую уделять этому внимание, когда вы начинаете своего ребенка учить за столом или сажаете его за стол. Вот. И мы можем следующий слайд посмотреть. Программа «Жди» тоже как один из компонентов учебного поведения. Почему? Потому что ребенок должен уметь спокойно ждать инструкцию. Если ребенок не может, как только он оказывается в ситуации бездействия, он сразу вовлекается в самостимуляцию, или он сразу начинает скакивать и убегать, или, например, любая пауза 2-3 секунды, он начинает вокализировать. Ну, как бы это не очень, наверное, да, способствует обучению. Поэтому программа «Жди» с одной стороны – это компонент учебного поведения, а с другой стороны, если мы говорим про функцию поведения получения желаемого, это те самые истерики, которые ребенок закатывает, когда он не может получить прямо здесь и сейчас то, что он хочет, а это очень распространенная штука. В этих, во всех ситуациях программа «Жди» – это просто наша палочка-выручалочка. И когда у нас функция поведения получения желаемого, мы знаем, что ребенок демонстрирует плохое поведение для того, чтобы что-то получить, программа «Жди» – обязательный компонент будет плана по коррекции. Ну, или не обязательно, ну, я не знаю, там, в 90% – это то, с чего мы начнем. Мы научим ребенка спокойно относиться к тому, что он не прямо сейчас получит то, что он хочет получить. То есть мы будем постепенно тренировать, что какой-то там предмет желаемый или какая-то деятельность, или вкусняшка, неважно что, он вначале ее получает-получает, а потом мы говорим «Жди, ты отлично подождал, теперь тебе еще, еще там и еще, а потом опять «Жди», а теперь ты снова можешь получить». И мы постепенно работаем по этому протоколу, постепенно доводя сложность до такого уровня, когда, например, ребенку мы можем сказать «Теперь тебе нужно подождать», даже, например, если он играет в свой любимый планшет, и мы говорим «Сейчас тебе нужно будет подождать, мне нужно кое-что сделать». Ребенок нажимает на паузу, отдает нам планшет, мы с этим планшетом куда-то отходим, а еще лучше оставляем планшет рядом с ним, отходим, что-то делаем, потом говорит «Все, время вышло, можешь играть дальше». Он берет планшет и спокойно играет. Это кажется настолько нормальным и привычным для обычного ребенка, но это бывает настолько непростой задачей для ребенка, у которого есть проблемное поведение, расстаться с желаемой игрушкой и просто спокойно подождать, а потом опять возобновить свою деятельность желаемую. Это часто что-то кажется чем-то таким непосильным. Но программы наши позволяют прекрасно, опять-таки, если мы сложность очень постепенно увеличиваем, если мы правильно ребенка подкрепляем, постоянно подкрепляем его правильное поведение, то это совершенно посильная и правильная программа, очень правильная программа. Она должна помочь всем тем, у кого есть такая проблема с ребенком. Ну и вот этот вот слайд, здесь тоже какая-то информация по поводу того, как эту программу можно усложнять. И, кстати говоря, вот про эту программу очень хорошо и правильно написано в книжке «Прекрасный Пекс». Есть протокол «Энди Бонди и Лори Фрост Пекс». Альтернативная система коммуникации «Пекс». И там на 270 какой-то странице, если я не путаю, прямо расписано пошагово этот протокол. И вы легко там найдете. Книжка есть в доступе, и она есть и в печатном виде, и есть она в электронном виде отсканированная. Там очень хорошо про это написано, как эту программу «Жди делать». Обязательно посмотрите там. Действительно есть доступный ресурс, где можно почитать. Следующий слайд. По-моему, у нас осталось только видео, и потом я смогу поотвечать на ваши вопросы. Я хотела бы показать вам два видео с примерами, как мы работаем над учебным поведением. Первое видео – это будет прекрасный мальчик Саша. Совершенно замечательный, который к нам приезжал из другого города. И здесь просто с ним два инструктора делают такую работу, когда Саше нужно удерживать внимание на той карточке, которая у него в руке. То есть, ну вы сейчас на самом деле по видео все поймете, но задача заключается в том, что он должен длительное время удерживать внимание на определенном стимуле и быть сконцентрированным на той деятельности, которая происходит. То есть это работа с вниманием. Посмотрите, пожалуйста. Когда увидишь грибочек, положи сверху. Здесь мы видим, что ребенок, мало того, что он удерживает внимание на определенной деятельности, на том предмете, который у него в руках, на том изображении, мы еще видим то, что он хорошо сканирует пространство. У нас очень часто бывает, что с теми ребятишками, с которыми мы только начинаем работать, у них еще есть такая проблема, что они смотрят только на те предметы, которые расположены прямо перед ними и не очень хорошо сканируют все пространство, ну вот весь, например, стол. Это распространенная программа, особенно когда мы про начальный уровень детей говорим. И вот здесь видно, что ребенок достаточно хорошо и долго удерживает внимание, и помимо этого достаточно хорошо сканирует пространство. Хочу вам еще показать видео, которое тоже мне очень понравился этот метод, хотя он совершенно простой, простой, как я не знаю даже что. Но он учит ребенка сканировать пространство. Я его увидела, когда была на стажировке в этом году, в прошлом году была на стажировке в Великобритании, в центре Аутизм Партнершип там, в Великобритании. И вот там я посмотрела такой способ, и мы начали тоже в центре его делать. Это способ, который позволяет ребенка научить сканировать пространство. Пожалуйста, посмотрите. Молодец! Делай так! Делай так! Да, отлично! Молодец! Да, отлично! Привет! Привет! Ты плохо посмотрел, я тебе скажу, сделай так! Отлично! Молодец! 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 Мне кажется, что тут как-то немножко не очень хорошо со связью. Я буквально пару слов скажу о том, что происходило. На этом видео просто раскладывается перед ребенком очень такой прямо вот рецепт вам сейчас расскажу. Раскладываются предметы, которые издают одинаковый звук. И сначала с ребенком делается такое упражнение, что он должен повторить, то есть имитировать действие, которое выполняет взрослый. «Сначала этот предмет, и вот последовательно!» Делается последовательно просто служить. «Слева направо. Всеми постучали!» А потом мы должны начать стучать в разнобой! И ребенок, чтобы он смог повторить полностью имитацию вслед за нами, он действительно должен обратить внимание на тот предмет, который взял инструктор. А мы начинаем брать эти предметы из разного положения, то есть из разного положения ряда! И тогда он должен сканировать и следить за действиями инструктора, и сканировать свое пространство, и выбирать правильный стимул. И вот это на начальных этапах очень хорошо позволяет научить ребенка, опять-таки, и вниманию, и сканированию пространства. На самом деле мы сейчас, давайте последний слайд, по-моему, мы уже подошли к концу. Здесь короткий слайд с нашими мероприятиями. У меня сейчас какое-то такое смутное предположение, что нету слайда с ресурсами. Давайте посмотрим следующий слайд, там будут ресурсы. Да, хорошо, тогда сейчас быстренько на тот, я расскажу про наше мероприятие. У нас будет прекрасный семинар по адаптивной физкультуре в феврале в Новосибирске, в Мозаике. Если вам интересно, то посмотрите на наш сайте и в группе в Фейсбуке вы сможете найти информацию. Помимо этого у нас будет практический тренинг 4 и 5 апреля в Новокузнецке. Он будет в апреле. И сейчас мы еще планируем, что стажировка практическая. Здесь у нас в Мозаике в Новосибирске будет в июне и в июле 2018 года. Если вам будет любопытно ознакомиться с этими мероприятиями, то заходите к нам на сайт или в нашу группу в Фейсбуке. И сейчас я еще хотела бы вам показать перечень ресурсов, которые я рекомендую вам, для того, чтобы вы могли изучить еще более, ну как сказать, больше изучить тему прикладного анализа поведения, больше узнать об этой прекрасной науке, о тех методах. Следующий слайд, пожалуйста, Артур Валерьевич. Да, вот он. Есть действительно большое количество учебников на русском языке. Есть прекрасные группы в Фейсбуке и форумы есть, где общаются родители. Есть очень хорошие программы, обучающие для родителей. Это курс Ольги Мелешкевич, Марина Азимовой. Это родительская программа Ольги Шиповаловой. Есть курсы Юлии Этси. Вот здесь приведен ее сайт. Там большое количество переводных материалов на русском языке. Я бы хотела рекомендовать вам книжки «Детский аутизм. Вербально-поведенческий подход» Мэри Линч Барбера. Там можно вот тем, кто хотел бы поработать, например, с проблемным поведением, я эту книжку смело рекомендую, потому что там дан хорошая, ну такая хорошая вводная информация по тому, как прикладной анализ поведения работает с проблемным поведением. Вот. Моя самая любимая на свете книга «Идет работа. Work in progress. Рон Лифф и Джон Маккикин». Это те самые специалисты, которые еще тогда с Иваром Лавасом делали вместе проект Young Otis Project. Это пионеры ABA. И их книга, без кого внимания, она очень такая простая, хорошая и правильная. Я очень ее люблю. Сегодня уже упоминала книжку PECS «Система альтернативной коммуникации». Ну и еще какие-то ресурсы здесь указаны. Вы можете потом в записи просмотреть, остановиться на этом слайде подробнее. Если у вас будет интерес, вы можете найти меня в соцсетях и спросить у меня список ресурсов. Я с радостью им поделюсь. Я хотела бы еще, может быть, последнее маленькое видео показать, которое просто такой общий, обзорный, со всякими разными. У меня на самом деле их несколько приготовлено, но, наверное, мы много уже не успеем посмотреть. Но какое-то покажу. Например, про Марка, который к нам приезжал из города Братска, который приезжал со специалистом, с психологом из Братска. У нас специалист прошел подготовку и теперь там в Братске работает с Марком. И со своей мамой. И мама тоже у нас училась. И, в общем, Марк совершенно чудесный мальчик, который больше всего на свете любил Бабу-Ягу на тот момент, когда он приезжал к нам на интенсив. Все, что связано с Бабой-Ягой, с избушкой на курьих ножках, у него просто восторг вызывало. Но у нас все поощрения были про Бабу-Ягу и про курьи ножки. А сейчас он переквалифицировался на Моми-Тролле и на Бременских музыкантов, что не может не радовать. Давайте посмотрим небольшое видео заключительное. И на этом наш материал на сегодня будет закончен. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Действительно, немножко видео подвисает. Но если кому-то будет интересно, то вы эти видео легко можете найти на нашем канале на YouTube и в нашей группе в Facebook. Все можно найти там. Теперь я готова ответить на ваши вопросы, если вопросы есть. И сейчас нам нужно будет с вами, Артур Валерьевич, как-то тоже сработать. То есть, если вопрос будет к вам, то я должна микрофон выключить, правильно? Да? Командная работа будет очередная. Хорошо. Если есть вопросы, то можешь сейчас в чате их набрать. Если можно, Евгений Юрьевич, я сделаю короткий вот комментарий по презентации, да? На самом деле, конечно, удивительно интересная подача материала. И всегда, когда есть ролики, это реально, я бы сказал, круто. Потому что такая иллюстрация работы, да, подкрепленная теоретическим материалом. Все это вместе очень здорово. Я хотел обратить внимание, коллеги, на такой вот важный момент, как сбалансированность программы. Потому что, действительно, специалисты из разных областей, психологи, дефектологи, логопеды, они очень часто, мы очень часто занимаемся какой-то узкой областью деятельности. И так случается, что мы знаем свою программу, но не знаем программу соседнего специалиста из соседнего кабинета. Поэтому, мне кажется, вот то, что связано со сбалансированностью программы и с комплексностью ее, со знанием того, что происходит у других специалистов, вот эта комплексность, она очень важна. И вот, собственно, короткий был комментарий из этой области. Выключаю микрофон, передаю. Спасибо, но на самом деле там сейчас был вопрос, не связанный с вебинаром, он был к вам адресован. С какого возраста можно формировать учебное поведение? Отвечу с радостью на этот вопрос так. Как только у нас появляется задача чему-то ребенка обучить, то есть мы хотим ребенка научить чему-то, мы должны задуматься, готовы, с точки зрения его учебного поведения, учиться. Внимателен он, усидчив ли он, слушает ли он нас, устанавливает ли он зрительный контакт, смотрит ли он в лицо и в глаза взрослому. Все эти вопросы, ну как бы нам нужно на них ответить для того, чтобы начать обучать ребенка. И если где-то мы понимаем, что чего-то не хватает, то мы должны обучать ребенку учебному поведению. Ну, например, в том числе и зрительному контакту, как такому элементу, да? Как вы видите, применение данного метода в системе работы общеобразовательной школы, инклюзии, интеграции. В нашей стране уже сейчас есть достаточно большое количество примеров, я вижу большое количество примеров, когда этот метод применяется в системе работы общеобразовательной школы. Действительно, уже большое количество ресурсных классов в разных городах России, в том числе в моем родном городе, в Новосибирске. То есть этот метод применяется, да. Есть книга про ресурсный класс, я не помню точно, как она называется. Её писала Анастасия Казарес под супервизией Марины Азимовой и её коллеги. Сейчас, может быть, не точно авторов называю. Но есть прямо книга «Ресурсный класс», и там рассказывается как раз о том, как этот метод интегрируется в общеобразовательную среду. Поэтому я рекомендую к прочтению. Как я его вижу, я действительно не являюсь специалистом по инклюзии, поэтому мне сложно дать здесь детальные комментарии. Но то, что это сейчас уже используется, применяется, и то, что это как некая база, опять-таки, для обучения детей с аутизмом, это я утверждать могу. Ой, тут очень много вопросов, и я уже немножко не успеваю их читать. Сейчас, секунду. Какого возраста дети посещают вас в центр, только дошкольники или из школьники? От двух лет самые старшие были, по-моему, 12. Но я как бы и думаю, что это не предел. Есть ли информация, при каких нарушениях, кроме РАС, использование ЭБИИ дало положительные результаты? Прекрасный вопрос. Дело в том, что прикладной анализ поведения, несмотря на то, что это действительно метод, наука, которая дала нам методы, которые работают прекрасно с детьми с аутизмом, она не ограничивается только этим. То есть методы прикладного анализа поведения вообще можно использовать в любой системе обучения, в организационной, психологии. Помимо этого, если мы говорим вообще про прикладной анализ поведения, в основе него лежат законы формирования поведения живого организма. Поэтому, если мы так-то вообще подумаем, эти методы применяются относительно любого того организма, у которого есть поведение. И поэтому вот это понимание, что ЭБИИ – это для детей с аутизмом, это узкое, не совсем верное понимание. Прикладной анализ поведения – это вообще про поведение. Просто он очень круто себя зарекомендовал именно в этой области. И уже десятки лет продолжает как бы рекомендовать себя. Так что вот где мы их можем, мы можем применить их в работе с любым человеком и с любым живым организмом. И это будет успешно, если мы правильно понимаем законы формирования поведения и правильно методы применяем. Как правильно выбрать компетентного специалиста? На что обратить внимание при выборе специалиста? Обратить внимание на его образование, где он учился, где он стажировался, где он проходил практику. И еще один вопрос, который я обязательно бы задавала специалисту – это под чьей супервизией этот специалист работает? Кто является его супервизором? Как часто происходят супервизии? Был ли супервизирован тот конкретный протокол, который применяется к вашему ребенку? Можно ли вам попасть на супервизию? Потом, ну, вообще-то говоря, если вы пробуете работать со специалистом, и вы работаете, например, неделю или две, и вы видите, что что-то понятно, что происходит, то это повод усомниться в том, правильно ли вы выбрали специалиста. Потому что в прикладном анализе поведения все очень просто. Есть прогресс, вы довольны, значит, все хорошо. Если прогресса нет, и вы не понимаете, что происходит, значит, вы можете в том, что выбор сделан правильно. Человеку 18 лет, есть проблемное поведение. Кому обращаются? Комендарь, коллеги, вот вопрос был, если можно, да, я пока тоже вижу здесь некоторые вопросы, вот адресованные ко мне. И вдогонку, кстати, я хочу еще сказать по поводу квалификации специалиста. Вот с нашей точки зрения, ведь та книга, кстати, о которой говорил Евгений Юрьев, это книга, которая написана в стенах Федерального ресурсного центра, потому что именно первый прототип ресурсного класса, он был сделан именно здесь. И в отношении вот квалификации специалистов, с нашей точки зрения, очень важно, чтобы специалист, который проходит обучение по прикладному поведенческому анализу, был бы все-таки, чтобы у него до этого было профильное образование, либо психологическое, либо педагогическое, но так или иначе, чтобы он знал закономерность развития ребенка в онтогенезе, чтобы он знал возрастные особенности детей, какие ведущие виды деятельности в каждый период времени возникают, да, и так далее, и тому подобное. То есть вот тогда, когда человек обучен прикладному поведенческому анализу на хорошей университетской базе, вот в этом случае можно сказать, что с высокой долей вероятности он будет хорошим, в том числе и биоспециалистом. Небольшое вот такое вот добавление. Еще по поводу того, какой вопрос задали мне, есть ли отечественная альтернатива и биотерапии? Смотрите, здесь на самом деле дело в терминологии, конечно, потому что что такое прикладной поведенческий анализ? Это формирование определенных форм поведения и навыков через научение, и сейчас, ну, так сказать, основной инструмент – это правильное подкрепление этих навыков. И обратите внимание, что вообще то, что называется бихевиоризмом, родоначальником бихевиоризма были как специалисты из России, так и специалисты из Соединенных Штатов. Так, в частности, мы хорошо знаем о том, что и Сеченов, и Павлов – это люди, которые раньше всех начали заниматься этим вопросом. И поэтому, на самом деле, для нас неважно, каким образом мы называем данный подход и данный спектр методов, нам важно, что просто родители или специалисты совершенно иногда даже обратить внимание интуитивно умеют правильно детей хвалить, таким образом, чтобы они хотели дальше развиваться, чтобы эти ребята хотели дальше осваивать новые навыки. Не секрет, что в обычной самой школе у нас есть специалисты, есть учителя, которые настолько подкрепляют интерес детей и настолько правильно стимулируют, не стимулируют, а подкрепляют их все новые и новые навыки, что детям хочется учиться, и они с удовольствием идут на эти предметы. А есть предметы и учителя, к которым они идут с меньшим удовольствием. Мне кажется, что здесь вопрос в том, как правильно это работает и как правильно подкреплять навыки детей, а не в том, как это называется. Пусть никого это не расстраивает, не обижает и не озадачивает. Прекрасно, совершенно, коментарно полностью согласна. Прикладной анализ поведения – это то, как раз то, с чего я начала свою презентацию. Это вообще-то про качественную, хорошую педагогику, про то, как мы взаимодействуем с ребенком и как мы его учим. Это об этом. Но вот мы говорим про то, что в ABA, в прикладном анализе поведения, помимо этого, собрана еще огромная методологическая база. Вот это, собственно, суть моего доклада сегодня. Эффективно учить – это хорошо и правильно. Если за этим стоят научно обоснованные методы, эффективность которых доказана, у вас просто больше инструментов в руках. Вы просто сделаете вашу работу более успешной. Вот и все. И не важно, как это назвать. Совершенно не важно. Где можно пройти курсы по ABA? В частности, несколько ресурсов на вот этом слайде, который сейчас перед вами. Большое количество дистанционных курсов сейчас есть в России на русском языке. Курс Зухры Кумар, курс Екатерины Жестковой, курс Юлии Эрц, Ольги Шиповаловой, Московский институт психоанализа. Это те курсы, где готовят сертифицированных поведенческих аналитиков. Правомерно ли использовать ЭБИ-терапию педагогу-психологу, не имея сертификат специалиста? Ну, здесь вопрос сертификат, что такое, прошу прощения, что такое сертификат, нужно получше понять. Есть комиссия, которая выдает сертификаты, наша вот комиссия. Это вот одна комиссия, и там одни сертификаты. С другой стороны, вы можете пройти обучение какое-то вводное, то есть на уровне тераписта, который может делать прямое применение программ и получить сертификат об этом, и применять программы, которые написаны другим. Там достаточно такая интересная иерархия в этой профессиональной среде. Честно сказать, у меня про это не было слайда, но там просто есть те люди, которые умеют работать по программам, а есть те люди, которые аналитики, которые умеют писать программы. И это немножко разный уровень компетенций. Так вот, можно выучиться на тех, можно выучиться на тех, можно иметь докторскую степень и быть BCBAD, то есть доктором и сертифицированным поведенческим аналитиком. И это немножко разные ступеньки вот этой вот иерархии. Еще по поводу того, вот может ли специалист использовать методы EBA в работе, если он не сертифицированный специалист. Вот смотрите, то, что касается принципов обучения детей, каждый специалист правит использовать ровно то, чем он владеет, и что, собственно, приносит пользу ребенку. То есть мы не можем говорить, что мы занимаемся в русле EBA, если мы не используем жестко технологичные, в том числе, протоколы, которые используются в EBA, потому что есть разные программы, программы, протоколы, оценка динамики. Вот если все это соблюдается, то это называется EBA. И тогда, если вы не обучены, то вы это, конечно, использовать компетентно вряд ли сможете. Что же касается обучения, использования принципов EBA, то есть тогда, когда ребенок что-то сделал, вовремя похвалить, да, например, то это же самая обычная вещь, которую можно использовать повсеместно. Обучение альтернативной коммуникации, например. Это же вещь, которая используется в EBA, но она точно так же может использоваться совершенно в русле совершенно разных иных подходов, правильно? И поэтому главное, для нас главное, вот в любом подходе мы это тоже понимаем, что неважно, как подход называется, во многих разных подходах некоторые вещи работают очень здорово. Вот в EBA, например, это называется поощрение, да, когда мы подкрепляем что-то, или использование визуальных расписаний. И многое-многое другое, то, что используется на самом деле не только здесь, но и структурирование среды, да, вот подстройка среды под ребенка. Это используется как в EBA, так и у специалистов, которые проповедуют сенсорные подходы, да, в том числе, так сказать, вот, работает в ключе сенсорной интеграции. Я вас призываю к тому, чтобы, не цепляясь за название, обратить внимание на то, что эффективно для ребенка. И тогда работа пойдет намного проще, да, правильно здесь, вот, как вы скажете, дадите комментарий, Евгения Юрьевна. Конечно, согласна. Я вообще, ну, как бы сторонник того, чтобы специалисты объединяли свои усилия в этом плане. И мне кажется, что наш подход, который ориентируется на то, что мы собираем данные, анализируем то, как идет прогресс, и благодаря, ну, как бы, и в соответствии с этим принимаем какие-то следующие решения относительно программы, но это же просто здравый смысл. Это не про прикладной даже анализ поведения, не знаю, ну, как бы, это же просто про здравый смысл. Мы смотрим, что работает, если это работает, мы продолжаем это делать. Это основа сбора данных и модификации протоколов на основе собранных данных. Но это же за этим же стоит просто обыкновенный здравый смысл. Я бы хотела ответить на вопрос, который два раза здесь уже написали. Инна Сергеевна пишет про 18 лет и проблемное поведение. И поведенщики работают в основном с маленькими детьми. Это не совсем так. Действительно, поведенщики работают, как я уже сказала, во-первых, не только с детьми, не только с маленькими детьми, не только с людьми. И то, чем занимаемся мы в прикладном анализе поведения, это может быть применено к человеку любого возраста, потому что за этим стоят законы формирования поведения и правильные поведенческие какие-то процедуры. Поэтому вам нужно найти хорошего поведенщика, который напишет протокол по коррекции поведения для вашего ребенка. Это совершенно реальная задача. Где искать этих поведенщиков? Вопрос хороший. Я знаю ресурс, опять-таки, на Фейсбуке есть группа ABA объявления, по-моему. Вы можете набрать в Фейсбуке такой поисковый запрос. ABA латиницы и объявления. Скорее всего, эта группа выпадет. И там сформулировать свой запрос. И я думаю, что вы можете найти там человека, который поможет вам, то есть специалиста, который поможет вам написать поведенческий протокол. Не ограничивается работа в ABA, не ограничивается маленьким возрастом. И не ограничивается, так называемый аутизм, поверьте. Это гораздо более широкое понятие. Я бы хотела вас обнадежить и сказать, что видео, вероятнее всего, можно будет посмотреть в записи. И я бы хотела сказать, что тот ресурс, который здесь приведен, канал YouTube Мозаика, там огромное количество видео, которые я показывала. Но там еще больше всякого разного. Заходите на наш канал, и вы посмотрите примеры различных занятий из нашего центра. И там обучающие материалы, хорошие по ABA. Так что вы можете посмотреть видео там. Здесь еще есть вопрос, касающийся использования Макатона и других альтернативных систем коммуникации. На самом деле, Макатон, ну, есть система, которая, с моей точки зрения, в большей степени подходит для ребят с аутизмом. Это действительно, если говорить о пиктографической коммуникации, все-таки это система PECS. Она действительно очень удобна и практически, с моей точки зрения, заточена под детей с расстройствами аутистического спектра. Ну, кроме того, есть, конечно, и Макатон, и ЛЁП-система, и многие другие системы. Ну, в работе с аутизмом, на мой взгляд, лучше себя показывает именно система PECS. Есть еще вопросы, Евгения Юрьевна, на которые вы хотели бы ответить, вот, из тех, кто здесь есть. Они, на самом деле, многие вопросы однотипные, но и на большую часть мы ответили. На большую часть мы ответили. Но, может быть, еще какие-то? Вы знаете, я немножечко, тут было такое большое количество сообщений, я тут немножечко в них потерялась. Поэтому даже вот я как-то сейчас, наверное, затрудняюсь выбрать какой-то один конкретный пример. Я очень рада, что вы находите эту информацию полезной. Я опять-таки хотела бы выразить свою благодарность за то, что такая возможность была у меня рассказать о том, что для меня представляет огромный интерес, и чем я занимаюсь с огромным удовольствием. Это прикладной анализ поведения, все, что с ним связано. Если вы хотели бы дальше в этом направлении развиваться и узнать больше, действительно, большое количество есть литературы на русском языке, и большое количество есть сайтов, информационных ресурсов, видео ресурсов, вы можете действительно изучать дальше эту тему самостоятельно. Я верю в то, что сейчас уже большое количество материалов есть. Если у вас вдруг возникнут какие-то уточняющие вопросы, меня легко найти в соцсетях. Я есть в соцсети Facebook, и там у нас есть группа, вот как я уже сказала. Вы можете мне напрямую написать какие-то вопросы, я буду рада вам ответить. И еще, коллеги, у меня есть вот такой комментарий. Дело в том, что независимо от метода, мы уже давным-давно, педагоги об этом знаем, и, конечно, об этом знает и Евгения Юрьевна. О том, что очень многое зависит, собственно говоря, от личности того человека, который работает. И это в любом, на самом деле, подходе, в том числе в прикладном поведенческом анализе. И вот, продолжая эту мысль, я хотел бы сказать о том, как важно, вот когда такой есть педагог, когда есть такой специалист, который горит своим делом, то, как мы сегодня увидели эксперта в области прикладного поведенческого анализа. И хочу обратить ваше внимание на то, что все-таки, когда прикладной поведенческий анализ начинал, так сказать, использоваться вот в работе с детьми с аутизмом, это действительно было в 70-е годы, при непосредственном участии Ивара Лаваса, который, собственно, был родоначальником всего этого, все-таки на тот момент подход ЭБИ, он был достаточно директивным, мы все это хорошо знаем. И он был жесткий, иногда даже бывало, случалось, что и жестковатый, и жестокий иногда. И сейчас, спустя 40 лет, мы видим, что, даже более 40 лет, мы видим, что этот подход серьезно трансформировался. И вот то, каким образом сегодня на видео мы увидели, как аккуратно, как доброжелательно, с какой улыбкой обаятельной работают специалисты в русле прикладного поведенческого анализа, я бы сказал, что подход серьезно гуманизировался и подошел сейчас вот к тому уровню, когда действительно сочетается и его четкая структурность, и гуманность. Поэтому, Евгения Юрьевна, вот спасибо вам за то, что сегодня вы в том числе транслировали, и это очень важная вещь. У нас осталось всего две минуты, и я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня присутствовал на нашем вебинаре, хочу вас пригласить на наши дальнейшие мероприятия, и, конечно, сказать в заключении большое спасибо нашему партнеру из Новосибирска, Евгении Юрьевне Чульжановой. Я очень надеюсь, что мы продолжим наше взаимодействие и в других форматах, в форматах семинаров, конференций, и еще много раз увидимся с вами вместе и продемонстрируем вашу работу людям из самых разных регионов Российской Федерации. Спасибо вам, коллеги, большое. Все? Уже не слышу вас, Евгения Юрьевна. У меня есть полный кадр, микрофон, что-то. Да, я просто хотела еще раз сказать спасибо большое. Спасибо большое за возможность, была очень рада с вами повидаться, Артур Валерьевич. И большое спасибо вам за внимание. Будем продолжать общение. Всего вам самого хорошего. Всего доброго. Всем до свидания. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok